Перед началом работы обязательный инструктаж по технике безопасности. Пристёгиваться в первую очередь, использовать каски, очки, средства защиты. О любой чрезвычайной ситуации рабочие обязаны сообщать руководству. Это один из основных пунктов инструктирования. По машинам. Сегодня бригада отправится по двум точкам – в городок Петровское и в сквер 45-летия города Видное. Наша съёмочная группа выбрала второе место. Обеспечить ограждение – и можно начинать работу. Здесь порядка 20 деревьев требуют опиловки. В последний раз в сквере подобные работы проводились два года назад. Тогда было опилено почти шесть десятков сухих деревьев. Создано пять бригад. Все они оснащены специальной техникой, специальным оборудованием. Все они прошли обучение, имеют определённые сертификаты на эту деятельность. И всего по Ленинскому району на сегодняшний день у нас порядка трёхсот деревьев, которые требуют санитарную обработку и санитарную вырубку. Чтобы провести опиловку или санитарную вырубку деревьев, необходим целый комплекс процедур. Каждое дерево, нуждающееся в ликвидации сухостойных веток, должно иметь порубочный паспорт. Предварительно есть комиссия, и мы работаем здесь в тесном взаимодействии с отделом экологии. Обследуют каждое дерево. Много в этом вопросе помогают жители, которые видят, что там деревья засохшие или вот-вот могут там свалиться, сломаться и так далее. После этого делается соответствующий акт. Всё это рассматривается на комиссии, и после этого получаем разрешение от администрации и как раз вот этот порубочный паспорт. Более 15 лет в этой сфере трудится Андрей Лихачёв. Считает свою профессию благородной, несмотря на то, что по негласному закону мужчина должен как раз наоборот – в своей жизни посадить дерево. Дети ходят, ну вот они, гляньте, и всё же сыпется. Дети с колясками, бабушки гуляют, люди ходят, это же надо. К слову, руками этих же сотрудников комбината по благоустройству проводятся и высадки молодых деревьев. Ну а после сегодняшней работы обязательно привести территорию в порядок. Распилить на части срубленные деревья и ветки, вывести их с места, подмести тротуар. К дню города этот сквер будет выглядеть ухоженным и обновлённым. Татьяна Бролова, Михаил Решетов, Елена Кошелева, Видное ТВ.